Долой догадки и предположения. Самые точные прогнозы по паводковой обстановке в нашем сюжете. Итак, в этом году, вопреки всем слухам, глобального затопления территории не будет. Пик паводка уже наступил. И несмотря на обилие снега зимой, критической ситуации не возникло. Хотя в начале весны высказывались предположения, что вероятно возникновение опасной ситуации, и на Саратовской ГЭС готовились к обильному паводку. То количество снега, которое мы наблюдали, мы немножко напряглись. И прогнозы по нынешнему половозию были довольно тревожными. К началу половозия запасы водохранилища Волжско-Камского каскада на 47% превышали среднемноголетние и на 61% прошлогодние показатели. И водохранилища Жигулевска и Волжско-ГЭС были практически полностью заполнены. Также в бассейнах Волги и Камы продолжалось накопление снега. Его запасы на верхней и средней Волге превышали среднемноголетние значения. Исходя из всего этого, мы, естественно, подготовились к встрече обрывного паводка. Сейчас у нас самый-самый пик паводка. До 30 апреля пик паводка. Саратовская ГЭС был в 1979 году, минимальный – в 2015. А вот самый длительный был зафиксирован в прошлом году. Он длился 108 дней, то есть практически всё лето. Саратовская ГЭС транзитная. Режим её работы зависит от других гидростанций, расположенных выше по течению, в частности от Жигулёвской ГЭС. Куйбышевское водохранилище является основным регулятором стока Волги и играет особую роль в обеспечении весеннего пропуска воды в низовья Волги. О том, как обстоит дело на соседней станции, в режиме видеоконференции рассказал директор Жигулёвской ГЭС Олег Леонов. Нужно отметить, конечно, что в этом году был достаточно сложный гидрологический режим зимний. Были большие притоки в зимний период по Волге. По ситуации сегодняшнего дня прогноз я бы назвал его спокойным. Но не надо забывать, что гидрологическая ситуация в зависимости от метеорологической ситуации может развиться как-то в другом направлении. Я бы призвал быть готовыми к тому, что возможны какие-то изменения. Жигулёвская ГЭС, так же, как и Саратовская, до конца этого месяца будет работать с максимальными расходами воды. Сейчас, кстати, на нашей гидростанции в работе находятся 20 гидроагрегатов, задействованные 40 водосбросов. Росводресурсы изменит режим работы ГЭС 30 апреля. И уже с 1 мая начнётся постепенное снижение расходов воды. И ориентировочно к 10 июня половодье сойдёт на нет.